Здравствуйте! Вы смотрите программу события. Вечер субботы. Это значит, пришло время вспомнить, какой была прошедшая неделя. Я, Мариана Мирна, и мои коллеги-журналисты расскажем вам о самом важном и интересном. Сегодня в программе вы увидите. Крупный пожар в Тольятти. Пламя на Куйбышев Азоте тушили больше 12 часов. Учебная тревога. В Самарской области прошли плановые учения по гражданской обороне. Ему сверху видно все. В Самаре запустили беспилотник, который будет отслеживать несанкционированный выброс мусора. Свет в конце тоннеля. В Самаре завершается строительство нового коллектора. Дома и стены помогают. Перед выступлением в Кремле Волжский народный хор провел генеральную репетицию. Страшный пожар. Больше 14 часов пожарные тушили Тольяттинский химзавод. Огонь на предприятии Куйбышев Азот вспыхнул в воскресенье около полудня. Горели две установки по переработке цикла гексана. К счастью, обошлось без пострадавших. Подробности в нашем репортаже. Столб черного дыма в этот день видел весь город. На Тольяттинском заводе Куйбышев Азот горит цех по переработке цикла гексана. Вещества, которые используются при производстве пластмассы. По данным МЧС, пламя вспыхнуло около полудня и быстро распространилось на территорию площадью в 500 квадратных метров. На ликвидацию пожара стянуто свыше 40 единиц техники, 235 человек личного состава. Работу спасателям усложняет то, что потушить циклогексан невозможно, пока он сам не прогорит. Пока пожарные борются с пламенем, завод продолжает работать. На место ЧП прибыли сотрудники лаборатории, которые замеряют количество вредных веществ в атмосфере. Оно не превышает норму. В состоянии боевой готовности и авиации, но спасатели справляются без нее. На территорию завода зашел пожарный поезд для того, чтобы выставить дополнительное необходимое пожарно-техническое вооружение для проведения охлаждения оборудования. Угрозы взрыва нет, угрозы выброса химически опасных веществ нет, погибших, пострадавших на пожаре нет. Открытое горение ликвидировали в 10-м часу вечера. Полностью потушить пламя удалось только в первом часу ночи. Причины пожара сейчас устанавливаются. По одной из версий, заводской цех мог загореться из-за утечки вещества. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Чтобы не было ЧП, вой сирен будил самарцев на этой неделе. Тревога оказалась учебной. Центр по делам гражданской обороны проверил работу системы оповещения. Сирены в городе около 500 призваны предупредить жителей в случае химической атаки или стихийного бедствия. Сигнал, название которому «Внимание всем» услышала и Алина Чемерис. Внимание всем! Вой сирен сегодня был слышен во всем регионе. Центр по делам гражданской обороны проводит проверку системы оповещения. Услышав такой сигнал, жителям следует включить телевизор или радио и прослушать важное сообщение о том, какая угроза нависла и как нужно от нее спасаться. Система оповещения в регионе создана в 80-е годы. И с тех пор не зафиксировано ни одного случая, чтобы ее включали именно в чрезвычайной ситуации. Всегда только на учениях. Всего в регионе установлено около 500 сирен. И они всегда должны быть в состоянии готовности. Внимание! Говорит оперативный дежурный. Управляют сиренами из оперативного штаба. Сюда поступают все сведения о ситуации в регионе. Это и весной, когда в Самаре готовятся к паводку и в зоне подтопления десятки населенных пунктов дежурные всегда на чеку. В круглосуточном режиме работает дежурная служба, оперативная дежурная. Для этого создан специальный отдел оперативной службы, который в круглосуточном режиме принимает любую информацию о возникновении чрезвычайных ситуаций, либо угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. И, естественно, моментально реагирует, доводит до всех муниципальных образований. Систему оповещения проверяют каждые три месяца. Регулярно проводится техосмотр. Сирены установлены на крышах зданий, в селах и деревнях, и хвой слышно за километр, в городе метров за 500. Если вдруг большая вода или газовое облако накроют конкретный район, сигнал об опасности подадут только там. Может быть, при возникновении ситуации включено частично или локально, например, на территории городского округа Самары, чтобы оповестить население об опасности и проинформировать, какие действовать. Это может быть и поводка выявления, это может быть и ситуация с выбросом аварийно-химически опасных веществ и иные. Но все же в случае чрезвычайной ситуации сигнал услышат не все. Система сможет предупредить об опасности половину жителей городов и треть сельчан. Поэтому в 60 населенных пунктах, не охваченных сиренами, установили отдельные точки оповещения. Эти территории подвержены подтоплению-затоплению. То есть они находятся недалеко от каких-то рек, озер. И в случае неблагоприятного паводка они затапливаются. И очень удобно и нужно, чтобы население заранее знало подтопление. Кроме сирен, в случае опасности жители предупредят и по СМС. У профильных ведомств есть договор с операторами сотовой связи. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Показался свет в конце тоннеля. В Самаре к завершающему этапу приступили строители коллектора Волжского склона. От Советской Армии до Лесной протянется больше 4,5 километров новой трубы для отвода стоков. Работы ведутся закрытым и открытым способом. Как прокладывают трубу, одну из первых увидела наша съемочная группа. 35 единиц техники на отрезке протяженностью больше 4,5 километров. С прошлого апреля от Советской Армии до Лесной работы ведутся двумя способами – закрытым и открытым. Большая часть коллектора почти 4 километра скрыты под землей. Здесь же применили другую технологию. Открытым способом из 600 метров выполнено почти 200. То есть сами цифры говорят за себя. Мы уже на финишной прямой. Основные трудоемкие работы мы закончим в апреле месяце. Далее наступает этап так называемый предэксплуатационный подготовки. Разрешительные документации, сдача объекта в эксплуатацию. Пусконалодочные работы. Объект все-таки непростой. Напомню, что объект обслуживает не только мероприятия, связанные с чемпионатом мира и сам стадион, но и в значительной мере разгружает те проблемы, которые сегодня есть в этой части города. Дублирующий коллектор Волжского склона будет соединен с коммуникациями территории радиоцентра, где сегодня идет строительство стадиона и других спортивных объектов. После завершения монтажа проведут испытания и только после этого засыпят котлован. На случай возможных аварий в дальнейшем на протяженности всего участка подготовлены контрольные точки. Для эксплуатации объекта предусмотрено 48 смотровых и эксплуатационных колодцев и камер. То есть каждый участок, чтобы вы понимали, 4600 метров с определенной частотой стоят эти колодцы. В случае, если происходит какая-то аварийная ситуация, бригада выезжает, производит, значит, пусконаладочные ремонтные работы и дальше система работает в полном объеме. На сегодняшний день работа выполнена на 75%. Изготовлен новый коллектор с использованием стеклопластиковых труб, что позволит обеспечить бесперебойную работу в течение 70 лет. Новый современный коллектор по проекту должен начать свою работу в сентябре. Но подрядчики уверяют, что произойдет это гораздо раньше, уже в мае запустят его в работу. При этом у старого коллектора, построенного 40 лет назад, есть впереди еще 10 лет для работы. Так что во время чемпионата мира по футболу 2018 года с нагрузкой они будут справляться вместе. Марьяна Мирная, Василий Колдашов, События. Им сверху видно все, ты так и знай. Городские власти начали охоту с воздуха на недобросовестных водителей-грузовиков, которые сваливают мусор, образуя стихийные свалки. К борьбе за чистоту подключились правоохранители и современные технологии. Беспилотный летательный аппарат наблюдает за происходящим с высоты птичьего полета, мгновенно сообщая специалистам, где именно ловить нарушителя. На пробном запуске беспилотника побывала Марина Матвейшина. Норма, отработал. Норма. Готов. Готов. Проверка. Норма, правильно, прошло. Беспилотный летательный аппарат готовит к запуску. Сегодня ему впервые предстоит выслеживать нарушителей чистоты и порядка. Грузовики, которые выгружают кучу мусора, где придется, образуя тем самым несанкционированные свалки. Запускают беспилотник со специальной катапультой. Она работает по принципу рогатки. Беспилотный аппарат может летать в воздухе без перерыва два с половиной часа. Рабочая высота от 350 метров. Но даже при такой низкой высоте заметить земли его практически невозможно. Зато сам аппарат видит и фиксирует все. Беспилотник способен передавать видеонаблюдение в режиме реального времени. От него не скрыться даже под покровом ночи. Встроенный тепловизор снимает и в темноте. Внимание, высоту набрал 350 метров. Ухожу на точку работы. Принял, обождаю тебя. Беспилотник работает в радиусе 50 километров. И выгрузка отходов, незамеченной, не пройдет. Данные про нарушение мы фиксируем с воздуха. Далее осуществляем воздушное наблюдение. Ведем наблюдаемый объект до места задержания. Пока беспилотник ведет нарушителя с воздуха, на земле его уже поджидают силовики и сотрудники департамента благоустройства и экологии. Это не безнаказанно. Все. Поэтому одним штрафом он не отделается. То есть одним протоколом. Мы также рассчитываем ущерб, нанесенный окружающей среде, почве, который предъявляем правонарушительным. Пока это первый опыт борьбы с несанкционированными свалками с помощью современных технологий. Но в планах ввести такую практику на постоянной основе. Марина Матвеична, Максим Гусев, События. Больше 700 квартир получат переселенцы из ветхого и аварийного жилья в Самаре. Новое жилье обещают предоставить в начале сентября. Об этом стало известно на заседании общественной палаты региона. Как в целом исполняется федеральная программа по переселению в Самарской области, узнала Лариса Шалафаст. Порядка 24 тысяч домов в регионе признаны аварийными. Это полтора процента от общего жилого фонда. В области уже не первый год реализуется федеральная программа по переселению. Но список пополняется все новыми и новыми объектами. По информации городского департамента градостроительства, только в Самаре 700 аварийных домов. Жилье обещают предоставить до начала осени. Это будет 740 квартир, из которых мы уже закупили 488 квартир. Осталось закупить 252 квартиры. Мы их закупим в ближайший месяц. И до 1 августа у нас все квартиры будут переданы муниципальной собственности. Если в Самаре ситуация ясна, то к другим муниципалитетам у участников заседания есть вопросы. В отстающих по темпам переселения Жигулевск, Красноярские и Волжские районы. Например, в Петра-Дубраве построено несколько домов, но переехать туда люди не могут. Здесь вовремя не дали отопления. В результате стены оцерели, появилась плесень. По информации государственной жилищной инспекции, некоторые муниципалитеты вообще не подают информацию об аварийном жилье. В их числе Сызранский, Елховский районы и Тольятти. Почему у нас на территории Тольятти нет ни одного квадратного метра аварийного жилья? Но мы туда регулярно из года в год вкладываем огромные средства с фонда капитального ремонта на вот эти гнилушки, которые надо сносить. Теперь к разбирательству подключится прокуратура. Участники заседания сошлись во мнении, что нужно усилить контроль за тем, как ведутся работы на местах. Ведь многие недочеты можно увидеть еще на стадии строительства. У нас в регионе, к счастью, все дома построены, то есть нет никаких приписок. Качество, вот здесь вопрос поднимается, вопрос качества. Достаточно много тоже претензий к подрядным организациям, которые проводили строительные работы вот в этих домах. Это Петра Дурбрава, это Кенельский район у нас были проблемы. Федеральная программа по переселению из ветхого и аварийного жилья должна закончиться в этом году. Общественная палата планирует обратиться в Госдуму с инициативой продлить программу. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События. Еще хорошие новости в сфере ЖКХ. Подниматься легко, безопасно, приятно. В 215-м доме по улице Нововокзальной полностью заменили лифтовое оборудование. Новый лифт установили в рамках программы капитального ремонта. Жители Самары все чаще отдают предпочтение ремонту подъемников, а не фасадов. В новом лифте прокатился и Андрей Горгуленко. Мы на каждом побывали, а мы прокатились со всем. Вот такой лифт. Людмила Федор восторожил дома 215 по улице Нововокзальной. Заехала сюда еще в 1974 году. С тех пор лифт в подъезде так и не ремонтировали. И вот спустя 43 года в доме новый транспорт по этажам. Пока шел ремонт, Людмила и другие жители поднимались по лестнице, не возмущаясь. Все были предупреждены письменно, под роспись, что вот эти две недели вам придется ходить пешком. Люди не противились. Были, конечно, такие, что тяжело ходить на лечение в поликлинику. Но все выдержали смело. Никаких не было нареканий, никаких возмущений. Ходить пешком долго не пришлось. Ремонт лифта уложился всего в две недели. За это время полностью обновили все оборудование. Новый трос, лебедка, антивандальное покрытие стен, небьющееся зеркало. В лифтовой все автоматизировано. Установлены электронные датчики, сделанные по современным технологиям. Лифты у нас сейчас выпускаются энергосберегающие с применением последних технологий, частотным приводом управления и открытия дверей, что обеспечивает плавные движения лифтов, плавное открытие и закрытие дверей, ну и самое главное, комфортабельные поездки наших жителей. Предусмотрена защита. Если лифт остановился на этаже, то дверь автоматически откроется, человек может выйти. Если она между этажами останавливается, то там срабатывает так, что дверь не откроется, и пока лифтер ее не поставит как надо. Видеокамера там установлена, чтобы вандализма не было. На данный момент в Самарской области по программе капитального ремонта заменили 560 лифтов. Это около 110 домов. На 17-й год запланированы замены еще в 34-х. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. Лиричные гусли, заливистые баяны, отточенные танцы и душевное исполнение любимых песен. Все это Волжский народный хор. Коллектив, которому в этом году исполняется 65 лет, готовился к очередному выступлению на сцене Кремля, где пройдет возрожденный фестиваль «Танцуй и поймай о России». Трансляцию можно будет увидеть сегодня, 18 марта. Как готовились артисты, смотрите в нашем сюжете. Ой, полна-полна коробушка, есть и сицы, и парча. Пожалей, душа, зазнобушка молодецкого плеча. Коробейники, эй, ухнем, утес, калинка. В каждое произведение заслуженная артистка России Людмила Дюдяева вкладывает всю душу. Чтобы не растерять зерно, говорит солистка, нужно грамотно распределять энергию. Лично у меня иногда помолчать, иногда поберегу эмоции свои, за кулисами, или там тут, пока перерывчик, помолчу, аккумулируюсь, собираю. А тут уже когда или репетиция, тут отдаешь на 150-170%, чтобы на сцене получилось на 100%. Фестиваль государственных академических хоровых и танцевальных коллективов «Танцуй и поймай о России» впервые возрожден после 40 лет молчания. На сцене Кремлевского дворца выступят 9 коллективов со всей страны. Самарцы в количестве 53-х человек представят 5 своих лучших произведений. У нас сейчас позиция четкая, что независимо от размера площадки, от ее значимости, мы работаем, выкладываемся на все 100%. Поэтому для нас это не столь важно. И я думаю, был бы это сольный концерт в Кремле, о котором вы говорите, именно планка, мы бы работали с тем же азартом и усердием, независимо, где бы мы, например, в ДК, в каком-то маленьком городишке. Примечательно, что 2017 год для Волжского народного хора юбилейной коллективу исполняется 65 лет. На их выступлениях выросло не одно поколение самарцев. Все эти годы артисты не изменяют своему уникальному стилю и поддерживают народные традиции. Мариана Мирная, Василий Калдашов. События. Взять барьер. В регионе прошли соревнования по конкуру. Посостязаться в умении хорошо держаться в седле. В поселок Красный Яр съехались десятки спортсменов, в том числе и из соседних областей. На коне оказалась и Алина Чемерес. Веста, ты сегодня себя хорошо вела, заслужила. Путь к сердцу лошади порой тоже лежит через желудок. Свежая морковь и яблоки для красавицы Вестфалии – лучшая награда. Получив угощение, Веста готовится наводить красоту. Спортсменка Валентина Борисова старательно причесывает свою четвероногую подругу. С ней девушка тренируется уже полтора года. Признается, Веста – дама своенравная. И подружиться с ней удалось не сразу. Сначала мне было тяжело найти к ней подход. Сначала как-то нам было сложновато вместе. Но потом, когда я поняла уже, как она себя ведет, нам уже было проще. Она любит фрукты. Я также ей приносила фрукты разные, морковку, сахарок. Также летом мы их пасем. Они кушают травку. Прежде чем соревноваться, лошади разминаются. Сначала, словно в цирковом представлении, величавы ходят друг за другом по конюшне, чтобы разогреться. Затем отправляются на манеж. Сегодня соревнования по конкуру. Это самый молодой и зрелищный вид конного спорта. Всадники на лошадях должны преодолеть препятствия. Высота барьеров может быть больше метра. Правильно их расставить целая наука. Самое главное, чтобы была удобная линия траектории для лошади. То есть подойти к препятствию и после препятствий также двигаться. Чтобы не резкий поворот, все плавно было. В умении хорошо держаться в седле соревнуются около сотни спортсменов. Юные всадники съехали со всех уголков губернии и даже из Оренбургской области. Маршрут нужно пройти быстро и чисто. Если лошадь задела препятствие или попросту отказалась прыгать через барьер – ошибка. Сейчас маршрут идет. Также и снимаются, исключаются из соревнований. Кто-то чисто проезжает без ошибок. А наш именно спорт – это два партнера – всадник и лошадь. Если какого-то нет взаимовыручки, взаимной работы, согласия, то результата здесь не получится хорошего. Когда спортсмены отправляются на перерыв, гостям выпадает шанс побыть на коне. Говорят, лошадь сразу понимает, кто на ней – опытный всадник или новичок. Я едва знакома с верховой ездой, и поэтому мне дали лошадь спокойную. Моя Флорена – дама опытная, в спорте уже давно. Попробуем проехать с ней кружочек. Пошли, дорогая. Конкурт – только первый этап соревнований. В эти выходные пройдет второй – выездка. Здесь спортсменам предстоит показать умение правильно управлять лошадью. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Вспоминали на этой неделе Виктора Ольховского. Его мемориалом завершился в Самаре лыжный сезон. До внезапной смерти в декабре прошлого года он возглавлял городской департамент спорта и областную федерацию лыжных гонок. Как прошли первые старты, увидел Сергей Кизоркин. Лыжню молодежи – именно так можно назвать первый мемориал Виктора Ольховского. Гонка в пяти возрастах с 8 до 18 лет прошла в лесопарке 60-летие советской власти. Эти соревнования завершают лыжный сезон. И хорошая возможность для тех, кто что-то не смог показать на основных стартах, сегодня могут это сделать. На старт гонки памяти Виктора Ольховского вышли почти 200 спортсменов из разных уголков Самарской области. Дистанции разные – 500 метров для начинающих. Наибольший интерес у специалистов вызвал последний этап соревнований, когда 5 километров бежали старшие юноши и девушки. Медали разыграли между собой в основном представители Самарской школы лыжных гонок. Отличные скольжения, солнечный день и очень быстрый снег. Борьба будет идти между Владом Кутыревым, он член сборной области, участвовал в зональных соревнованиях, а также учеником детско-спортивной школы, номер один с моим учеником Никитой Гайковым. Это основные два претендента. Лыжную гонку памяти Виктора Ольховского открывали почетные гости. Вдова Ольга – мастер спорта по плаванию, Владимир Медведев и Екатерина Чуйкова – мастера спорта по лыжным гонкам, друзья и коллеги по работе. До внезапного ухода из жизни в декабре прошлого года Виктор Ольховский возглавлял областную федерацию лыжных гонок и департамент спорта Самары. Я благодарна судьбе и Богу за то, что мне Бог даровал такого супруга, которого уважают, любят, ценят. Очень много народу и это очень приятно, что о моем муже так помнят, так уважают его, чтут память. Все участники мемориала Виктора Ольховского получили от вдовы памятные медали и подарки. Чемпионы и призеры – заслуженные награды. Но на этом лыжный сезон в Самарской области не закончился. Через две недели, 26 марта, в воскресенье, в Пухвестнево пройдет мемориал Юрия Абрагина. Оба-на! Весна! Озорное название выставки картин актера театра Самарт Юрия Землякова навеяла сама природа. Свой юбилей Юрий Кузьмич решил отметить очередной, уже третьей персональной выставкой работ. В Доме актера собрались друзья и коллеги, чтобы поздравить юбиляра и познакомиться с новыми картинами. К поздравлениям присоединилась и наша съемочная группа. Дрожащими руками актер и художник Юрий Земляков развешивает последние картины на своей третьей персональной выставке, которая совпала с 60-летним юбилеем актера. Волнуется, как примет зритель. Яркие, удачно пойманные образы, отражающие характер и настроение, гармонично разместились на стенах в фойе в Доме актера. Здесь и хорошо знакомые популярные артисты, трогательные детские портреты, озорные животные, натюрморты. Появилось и новое направление – дикие звери. В прериях все высматриваем, да, вот как взгляд, вот из-за дерева в прериях, вот и оттуда смотрим на них, а не на нас. Нет, конечно, приходится много материала пересмотреть, в интернете смотреть картинки, вообще наблюдать. Какие-то действительно, в общем-то, ну, такой возможности особой нет, ну, что-то увидишь, сам сфотографируешь, вот, каких-то домашних животных, там, в городе где-то что-то, а уже вот это тоже привлекает, тоже волки очень интересные, вот, как они, как у них внутри вот это вот построение, иерархии. А вот этот хомячок случайно дал выставке название «Обана! Весна!» И действительно, весенних мотивов в экспозиции немало. С мартовским настроением на выставку пришли и гости. Галина и Олег Беловы приятно удивились, среди детской серии обнаружив портрет своей дочери Лизы. Он молодец, он выбирает, так точно. Он вот мой портрет нарисовал, я так любил эту фотографию. Эту фотографию у нас Сухов Володя, это был Новый год, и мы с ней были здесь в Новом году, и он нас поймал вот в доме актера прямо в углу. Есть фотография, где мы с ней. И вот как раз это оттуда фотография. Поздравления и восторги от друзей и коллег по цеху приятны, но сюрприз от внука Макара, который боготворит дедушкино творчество, стал настоящим откровением для Юрия Кузьмича. Летчик или балерина, или колька твой сосед, то подобная картина называется портрет. Ой, молодец! И дай мне, молодец! Молодец! И дай мне, молодец! Актер, отец, дедушка, муж, а теперь все больше художник Юрий Земляков совершенствует технику, обращаясь к старым мастерам. Пишет теперь многослойные картины и размышляет над новыми образами для новой выставки. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков, События. Такой была неделя глазами наших корреспондентов. Удачных вам выходных! И помните, политика в жизни не главное. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова